друзья всем привет добро пожаловать на наш канал мы время пол 8 утра мы собрались с детьми сейчас повезем машину в сервис нашу потому что у нас вот такая фигня там мигает на приборной доске что нам не очень нравится потому что нам предстоит не дальняя поездка поездка все-таки надо чтобы машина была в порядке не с неясно с чем это связано потому что это уже второй раз за последние две недели виталий уже возил ее в ремонт подключали ее компьютеру делали диагностику никакой ошибки не нашли то есть ее просто стерли эту ошибку ничего потом не мигал и потом он проехал по какой-то кучке и она опять замигала сейчас я записала ее в nissan центр сервис сейчас я туда отвезу посмотрим что они мне скажут еще хотели сделать годовой осмотр машины в оси холта нам приходили постоянно предложения нас приглашали но как-то мы их игнорировали не до этого было это думали сделать все вместе но у них не оказалось времени них есть время только позже чуть-чуть чем нам надо нас то есть уже здесь не будет они хотели просто уже все заодно сделать потому что надо менять масло фильтры ну в общем все как обычно сейчас мы с детьми поедем ее сдадим посмотрим что они скажут сразу ремонтировать не будем если очень дорого посмотрим вообще в чем причина может быть банально какой-нибудь датчик отходит еще что-нибудь я думаю что не также подключить ее к компьютеру также проверят также ничего не найдут я звонил они насколько это все сколько проверять по времени пойдет они не знают сколько это будет стоить они не знают зависимости от проблемы сколько стоит будет ремонт они тоже не знают зависимости от проблемы и вообще мне прислали сначала скале 8 приезжать потом прислали сообщение написали что 7 до 8 до 9 в промежутке этого времени короче сейчас поеду На месте и разберемся Включимся Погода, конечно, не ахти Пусть они скажут цену, сколько будет стоить ремонт Если, конечно, там не очень много То сделаем, а если Очень много То не сделаем, потому что у нас На нас довольно большие расходы Предстоят, так сказать Александра все говорит, я свои деньги не могу отдать Тебе велосипед новый надо, малыш На велосипед Велосипед копит, да Собрали машину, сказали вернуть в течение дня В течение дня И, в общем, сказали, что Вне зависимости от причины Цена будет только за то, что они посмотрят 130 евро И перед тем, как ремонтировать То есть они мне позвонят тогда Почему я не повезла ее в центр, где Юмба Там хоть один автобус идет, по-моему До нас, и все Отсюда склонуло Здесь, конечно, караул Я вообще тут сижу в таких расстройствах Во-первых, у меня не проездного с собой И ничего не взяла Ниссан-центр этот находится довольно-таки далеко от нашего дома То есть нам сейчас добираться с тремя-четырьмя пересадками Около часа в дороге На улице дождь идет Вообще здорово, блин Новые Ниссанчики Красивенькие Это новые Ниссаны Ну они, наверное, не совсем Совсем уж новые А, чуть не было Ну вот этот стоит у нас 26,160 Это стоит, наверное Какого года не написано Это 27 Почему не написано, какого года Привет Привет Сейчас мы будем себе маршрут прокладывать Как мы будем до дома добирать Сюнчо, у них багажники довольно маленькие Да, видишь, у нее багажник довольно маленький Вот, вот еще один Ну у нас точно так же все У нас не плюс два Так, давайте, закрываю багажник А это X-Trail, что ли, такой здоровенный? Да, это X-Trail Мне нравятся X-Trail Можно багажник Посмотрим, какой в X-Trail багажник, да? Можно открыть? Я хочу сам Не открыть? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ух ты, он сам открывается автоматически Прикольно Класс И так даже Стаканчиков есть Ну это опускается Вот это мне нравится, когда сам открывается Смотрите, отходите Сейчас я нажимаю эту кнопочку Все Я хочу такой багажник И все И сам закрылся Ой, Налара тоже Мне вот такие машины нравятся Здоровенный, конечно Но классный Друзья мои, мы едем на автобусе Я такие сусульками Решили мы, что поедем через центр города Не будем с тремя пересадками С одной пересадкой Может, немножко подольше будет Это же как всегда Вот что значит Давно не ездить на автобусе То есть мне с собой не произно Ничего нет, во-первых Во-вторых Надо наличные деньги Которых у меня тоже не было Пришлось искать банкомат, чтобы снять деньги И нам обошелся Селто-Литпо Это значит Междугородской автобус Не внутренний А именно Там же надо ванн Там в Хельсинки Там он обошелся 8.30 Мне и Сандру Ему как ученику уже Имели еще бесплатно Так что мы сейчас Едем до центрального ванн-зала До Раута-Диентория Оттуда мы садимся На другой автобус И едем уже до дома Вот такие мы путешественники Ну да, была бы погодка Получше Было бы немножко повеселее Что-то я была уверена Что в автобусе Можно платить карточкой Мы дождались автобуса Зашли Он говорит Нельзя Мы пошли снимать деньги Мы уже почти приехали в центр Какой-то технический Трамвай там едет Желтый мигает Погода, конечно, вообще красота Можно было бы погулять по центру Но погода не располагает К гулянию Мы доехали до Раута-Диентория Сейчас мы пройдем внутри Чтоб по улице не идти И сядем тогда На другой автобус Вот здесь Вот поезда уходят отсюда А нам надо туда Мы сейчас выйдем с той стороны Пройдем вдоль Так Пошли Нам повезло У нас сразу автобус стоял Сейчас спокойненько доедем Тогда уже до дома Вот наш билет Это Керталипу Одноразовый билет На, видите, Сеудорегион Взрослый 5.50 У меня билет действует С 9.15 до 10.35 Час 20 Ребенку вышел 2.80 Хороший марш-бросок у нас У нас было с утра Время 10.40 Позвонили мне Вот буквально 15 минут назад Какая-то спираль Которая подает сигнал На подушке безопасности Эта спираль находится Где-то под рулем И, в общем, ее надо менять И вся вот эта радость Стоит 450 евро Я говорю Подождите Не меняйте Не начинайте Что, я позвоню Виталию Посоветуемся с ним Мы решили, что делать Все-таки надо А если делать в Эстоник Мы как раз через несколько дней Уезжаем уже Если мы там получим Какую-то гарантию Мы туда ездить Все равно не будем Не факт, что будет там дешевле И решили не рисковать Сделать здесь Все равно Потому что ехать А подушки безопасности Не работают Надеюсь, что дальше пойдет Получше все Меня надо фокусировать А не раковину сзади Эу Для поездки Мы всегда заказываем Зеленые карты Вот мне сейчас пришла На мою машину И пришла На Виталину машину Вихря корти А я не волна Улькомайла Я Как страховка Если что-то произойдет За границей Вот так она выглядит Она дается По-моему Чуть меньше, чем на год То есть она на 9 месяцев Дается Ну что, эпопея С машиной продолжается Я в этой кискусе Сейчас пойду Мне Виталия сюда закинул Приехал с работы специально Чтобы не поменьше добираться Сейчас иду на автобус И тогда Да, написали уже в 9 часов Что машина готова Сейчас мне надо найти Где останавливается Автобус И тогда я поеду Надо, кстати, еще проверить Сколько у меня денег На этой На проездном Потому что я не знаю Сколько Но у меня наличка есть С вчерашнего дня Если что Сейчас уже мне не надо будет Покупать севду Мне надо будет Сиси Аня, только Он дешевле Если ты платишь карточкой Это ведь Тут уже выходит дешевле Где-то там Где-то мне нужен аппарат Еще Зашла в метро Сейчас проверю Сколько у меня денег На карточке 5 евро еще Нормально Мне хватит Пошла я У меня товар я была Ничего себе Сразу мают Дорогу От осколков От всего Там пробочка Тоже хорошая Да, пробка Такая хорошая Я понимаю Почему автобус Опоздал Как раз 2,54 автобуса Стоит в пробке И поэтому Тот, который Должен был Приехать 44 минуты Он не приехал Приехал тот, который 59 Да, пробочка Хорошая Вон еще один 54 Да, прям Три автобуса В пробке Все стоят Стою, жду второго автобуса В час я уложилась Мне не надо будет покупать дополнительный билет Ну что, я уже приехала Пришла я забирать Нашу машину Юху Получила Заплатила Поеду домой Да, когда привыкаешь Что ты все время У тебя есть транспорт Это так Бьет по нервам Когда нет машины И уже я настолько привыкла Что у нас у каждого Да сейчас я поверну Подожди Да подожди ты Настолько Да подожди ты Настолько я привыкла Что у нас у каждого Есть свой транспорт И мы Всегда Когда какая-то машина в ремонте Вот это чувствуется Прям что А еще Ну без двух машин Никак Настолько уже привыкаешь Что у тебя есть Свой транспорт И вот даже Когда в Эстонии Мы жили Ну без двух машин Вообще никак То есть если С одной Одну машину Мы что-то ремонтировали То прям чувствовалось Что не хватает И как это Можно было бы еще иметь Одну запасную На всякий случай На случай ремонта Потому что например Я вот как Ну вчера да Ситуация Я с двумя детьми Льет дождь У меня не проездного С собой нету Ну как бы это фигня Можно снять деньги И автобус Но это все равно очень Ну Она мне говорит Идите снимите Вы можете взять машину на прокат Ну понятно Я могу взять машину на прокат Сколько мне эта машина Будет стоить Плюс ремонт Это вообще Офигеть Вот так вот Ну дали нам Гарантию на работу Полгода На запчасти Год Да и все вместе Нам это Мигающее удовольствие Обошлось 450 евро Но это все равно Надо было делать Потому что техосмотр Мы конечно С мигающей подушкой Безопасности Не пройдем Техосмотр на носу Ну В любом случае Делать надо было Машина Как говорится Есть лишние деньги Купи машину Если чуть-чуть еще осталось Купи вторую машину Будьте счастливы Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры